Буквы Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем новый урок веселой азбуки, малышки! В прошлый раз вы выучили говорливую букву Г. И сегодня нас ждет знакомство с новой буквой. Готовы? Встречайте! Вот она, эта буква. Вернее, сразу две. Знакомьтесь, ребята, вот заглавная большая буква Д. И маленькая строчная буковка Д. Ой, ребятки, смотрите! Что делает маленькая Д? Она же показывает нам язык дразнится! Кстати, слово дразнится начинается с буквы Д. На самом деле дразнится некрасиво. Воспитанные дети так не поступают. Слово дети тоже начинается с буквы Д. Замечательно! Посмотрим, какие еще слова, начинающиеся с буквы Д, нам покажут буковки. Ой, да это же дверь! Дверь, слово с буквы Д. Смотрите, ребята, а за дверью двор. И тоже с буквы Д. А на дворе дрова. Слышите? Дрова. Нет, лучше вместо дров дерево. Ведь это слово тоже начинается с буквы Д. Или все-таки дрова. Так, ребятки, что же у нас во дворе, дрова или дерево? А как вы думаете, оставим дрова? Спасибо, ребятки. Пусть лучше будут дрова. А на дровах пусть будут буквы Д. А позади дров будут расти деревья, и все будет по-честному. А где растет очень много деревьев, я имею в виду особенный тропический лес с буквы Д. Догадались? Да это же джунгли. Буквы Д оказались в джунглях. Давайте пофантазируем, ребята. Кто живет в джунглях? Например, птички. А в зарослях кто бродит? Да это же дикий динозавр. О! Эй, буквы Д, куда же вы разбежались? Я перепутала. Динозавр не дикий, а добрый. Смотрите, он же улыбается вам как друг. Кстати, детишки, слова «добрый», «дикий», «динозавр» и «друг» начинаются с буквы Д. А еще в джунглях можно встретить самых настоящих дикарей. И не только потому, что они тоже с буквы Д, а еще потому, что эти самые дикари грубые и невежественные. Они даже не знают алфавит. Им самое место в джунглях. У нас и мультик есть о таком дикаре. Давайте его посмотрим. Живет на острове дикарь. Он книжек не читает. Не чистит зубы по утрам. Лицо не умывает. Не хочет он учить буква. И даже не старается. Вот потому-то навсегда он дикарем останется. Вот видите, ребята, какие дикие эти дикари. Помните, всегда надо быть вежливыми и старательными. И помнить слова «думать» и «делать». И не только потому, что они начинаются с буквы Д. А теперь пора прощаться. До свидания, буковки Д. Большое вам спасибо. До новых встреч, детишки. До новых букв. До нового урока. До новых букв. Субтитры создавал DimaTorzok